Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. Начинаем новый влог. Начинаем его с распаковки посылочки от Багздрав. Так выглядит посылка. И здесь у меня закваски, здесь у меня косметические продукты. Я, Ксюша, уже готовила много раз творожки, йогурты из заквасок Багздрав. Могу сказать, что это лучшие творожки йогурты, которые когда-либо пробовали, когда-либо ели. Самые вкусные, самые густые. Итак, поехали. Видит наполнение. Здесь у нас накладная. Давайте начнем с косметики уходовой. Это крем для ног пробиотический. Потрясающий продукт, я уже его брала. Сейчас поподробнее с вами все протестируем, все посмотрим. Так, скраб для лица пробиотический. И маска для лица пробиотическая возрастная. Благодарю, всем, это отечественный бренд. У меня, как всегда, есть для вас промокод. Вот так что, смотрите, до конца обязательно вам его пропишу. В том числе и в инфобоксе. Для всех типов кожи крем для ног пробиотический. Устраняет запахи, препятствует повышенному поту отделению, снимает усталость и отечность, эффективно борется с шелушением, успокаивает. Антимикробная, заживляет трещины, восстанавливает ткани. У них много уходовой продукции, много заквасок, как традиционных, так и пробиотических. Для сыра, для йогурта, для мацони, для ряженки, для всего, чего угодно вообще. Я обожаю закваски. Так, скраб для лица пробиотический у нас с вами для всех. Уходовая косметика рассчитана на возраст 16+, но есть и разбитая по линейкам. А вот это вот с розовой этикеточкой, это 35+. Очищающий скраб для всех типов кожи. Будем сейчас с вами пробовать. Лизатый содержит тоже, о, здорово, косметика 35+, и вообще практически вся косметика уходовая содержит Лизатый. А в продукции 35+, содержится такой пептид, интересный Альпонт, который является безинъекционной альтернативой ботокса. Вообще здорово, очень интересно. Состав, 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 состав. Кому интересно, показываю поближе сразу состав. Составы на 98% натуральные, а 2% составляют всего консервант, благодаря которому продукция хранится. Здесь у нас с вами и масла, вот они, Лизаты, и витамины, и экстракты. Составы классные вообще, составы потрясающие. Здесь нет парабенов, силиконов, спиртов, гормонов. Здесь нет ничего вредного. Здесь все абсолютно натуральное и очень крутое. Упаковка тоже у всех средств крутая. Это вакуумный диспенсер, что позволяет как бы не лазить руками в баночку и никакие вредные бактерии у нас с вами в уходовый продукт не проникают. В общем, об этой косметике можно говорить долго. Мне все безумно нравится. Все, что я пробовала, я брала и кремы как раз из линейки 35+, они очень крутые. И можно пользоваться очень длительное время, потому что здесь нет просто вредных веществ, которые накапливаются в коже. Все очень достойно. Так, а какие я взяла в этот раз закваски? Будем с вами опять готовить йогурты. Я взяла вот такую классическую йогуртовую закваску. Здесь у нас 5 стиков в упаковочке по 3 грамма. Одного стика хватает до 5 литров молока. То есть на много. Буду делать крестюшки йогурты. Так, дальше у нас с вами закваска йогурт греческий. То же самое 5 стиков по 3 грамма. Закваска бифидум. Тоже для крестюши детский состав. Видите, как здорово. Да, для тебя, малыш, будут очень вкусные йогурты. Так, и закваска творог. Творожочек будем делать тоже. Вообще потрясающе. У меня есть баночки. У меня есть йогуртница. Да и в мультиварке можно. Можно в духовке. Вообще можно где угодно. Что, мои хорошие, с чего мы с вами начинаем? Это у нас скраб пробиотический для лица. Как раз самое время проскрабироваться. Глубоко очищает, стимулирует микроциркуляцию, укрепляет местный иммунитет, деликатно ухаживает за кожей, питает ее. В общем, здесь тоже классный состав. На предварительно увлажненную кожу нанести скраб на протяжении 1-2 минуты аккуратными круговыми движениями массировать кожу. Середина лба, виски, ну, по массажным линиям. В общем, все как обычно, все как мы с вами знаем. Срок годности, кстати, у этой косметики всего 9 месяцев. Да, поэтому пользуемся интенсивно. ГМО здесь тоже нету. Сульфатов, пробенов. Итак, поехали. Мы немножко сейчас смочим лицо. Готово. Вакуумная у нас с вами такая, как помпа. Мы ее нажимаем, 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 пока не появится наш скраб. Может потребоваться много нажатий. Я уже знаю, о чем я говорю, потому что не первый раз пользуюсь этой косметикой. Ментоловый такой оттеночек. И много-много мелких частичек. Как гамаш. Оттушки практически нет никакой. Совсем какая-то еле уловимая и достаточно приятная. Так, и скрабируемся. Прям частичек много-много-много. Знаете, как мелкая соль. Мелкая-мелкая. Я люблю такие продукты. Люблю, кстати, больше, чем вот именно такие скрабы с крупными частичками. Мне вот такие продукты прям заходят. Круто шейфуют. Они достаточно угловатые. То есть хорошо ощущаются на коже. То есть если у вас кожа чувствительная, то мы делаем легкими такими круговыми движениями и никакого дискомфорта не получаем. Я люблю достаточно агрессивное скрабирование. Поэтому я как следует прохожусь по коже. В том числе и по векам. Консистенция такая кремовая. Очень приятная. Радушка приятная. Что-то здесь вот какими-то маслами пахнут. Они мне очень нравятся. Все наши с вами движения направлены на разглаживание морщин. То есть снизу и вверху на подтяжку лица. То есть от подбородка можно вверх вот так идти к вискам. Щечки. Носик. Не забываем про губки. Они тоже требуют ухода. И про веки. Здесь уже легкими такими без надавливания. Движениями все проскрабируем. И от переносицы к вискам. Как следует проскрабировались. Теперь смываем. Кожа безумно гладенькая и напитанная. Девчонки. Она прям вот чувствуется, что в составе какие-то питательные компоненты, масла и так далее. Потому что после некоторых скрабов, допустим, чувствуется сухость и срочно хочется что-то нанести. Здесь такого вообще нет. То есть она помимо того, что она гладкая, отшлифованная вся, она еще и напитанная. Очень-очень мягкая, прям как бархат. Потрясающий эффект. Мне очень нравится. Так, что мы делаем с вами дальше? Дальше у нас с вами масочка. Масочка из категории 35+. Номер ее 36, если вдруг будете искать на сайте. Да, девчонки, я вам оставлю промокод и оставлю ссылку. Если вы переходите по моей ссылке, то автоматически у вас в корзине перерасчитывается уже скидка 10%. Если вы не переходите по моей ссылке, а как-то по-другому заходите на сайт, то тогда вы применяете промокод. После всего перечня товаров в корзине будет графа промокод, куда нужно его будет ввести. Светлана, как всегда, как и название моего канала. Маска для лица, пробиотическая, антивозрастная, мультивитаминная. Она насыщает кожу витаминами и полезными веществами, разглаживает мимически. Это, наверное, за счет этого интересного компонента, который аналог, назовем ботокс инъекционному. Омолаживает, подтягивает кожу, осветляющий эффект, это вообще сейчас очень актуально, выравнивает тон. Лизаты содержат пропион бактерий, нормализация микрофлоры, предотвращает преждевременное старение, стимулирует репаративные восстановительные процессы, то есть активирует рост эпидермальных клеток, укрепляет местный мультитет, стимулирует микроциркуляцию, внутриклеточный метаболизм. Здорово, 2-3 раза в неделю применяем, на 15 минут наносим, остатки маски снимаем салфеткой. У меня вот эту маску, я ее уже брала, у меня кожа вообще съедает. И бывает, что там практически нечего снимать, мне кажется, ее можно как ночную даже наносить, это будет очень здорово, кожа пробиотиками напитается и не только. Аромата тоже практически никакого не имеет продукт, легкий-легкий, еле уловимый. Я такие продукты, она, знаете, такая кремовая, муссовая масочка, такая очень приятная консистенция, я такие продукты всегда наношу и на веки. Здорово. Так, малыш к нам на помощь пришел. Очень приятная масочка, как сливочки такая, классная. Хорошо распределяется. Да, мой все-таки. Пусть тут чать к мамочке пришла. И чувствуется ее такая питательная консистенция. Будь здоров, Моненьки. Потому что возрастная косметика все-таки, она должна хорошо увлажнять и питать, да? Наносим. Дискомфорта никакого продукта не вызывает. Ни сухости, ни сжения, ни покалывания и так далее. Это как бы уже проверено временем. Не первый раз заказываю Бокздрав. Сейчас посмотрела цены на творожки. Крисюша начала кушать творожки. Раньше не ела, а сейчас начала и любит. Посмотрела цены на творожки. Решила, что йогурт и творожки я ей буду делать из запасов Бокздрав. Потому что это гораздо дешевле, гораздо полезнее. Не очень доверяю всему вот этому вот магазинному, если честно. И это очень вкусно. Мне Ксюша уже давно просит. Она вспоминает, как мы с ней готовили йогурт. Еще арахисовую пасту добавляли. Но мамочка, приготовьте вкусные йогурты. Так что, девчонки, я от дыши вам рекомендую. Вашим деткам обязательно попробуйте закваски Бокздрав. Потому что они реально вкусные. Вот йогурт получается, он не кислый какой-то там, да. Не кислит. То есть даже если вы абсолютно ничего не добавляете. Не кислит там, не какой-то вот, ну не знаю. Он очень вкусный. Он очень вкусный и очень густой. Ну вообще, и йогурт когда приготовите, один можно оставить. Остальные скушать. И из того, что вы оставили, там в нем тоже остается много пробиотиков, бактерий полезных, да. Из него готовить еще порцию. То есть они настолько долгоиграющие. И одной закваски, одного стика вообще может хватить очень надолго. Да, чтобы покушать всей семьей и кормить деток вкусным йогуртом. Можно добавлять сухофрукты, ягодки, вообще все, что душу угодно. В общем, сегодня в ночь будем с вами ставить готовицы йогурта. Молоко сейчас купим пастеризованное. Но пастеризованное все равно нужно довести до температуры 80 градусов. Резко охладить все равно. Каким бы оно ни было, чтобы уж наверняка у нас с вами плохих бактерий в йогуртах не оказалось. Вот и все, уходим 15 минут и потом будем смотреть на результат. Пока крем для ног нанесу, он такой вот беленький, имеет миндоловую эвкалиптовую одушку. Масло миндола эвкалипта прям чувствую. Тут у нас тоже витамины, лактолиз, аргинин, слушайте, вообще, ретинол, тиамин. Ой, какой состав классный, эфирные масла. Масло какао на втором месте, масло зародышей пшеницы, масло авокадо. Слушайте, вообще состав потрясающий. Очень здорово, что здесь есть аргинин, он ближе к началу, почти посередине. Это классно. Наношу. Знаете, очень похож по консистенцию и по текстуре, по своим свойствам. На мой любимый крем с аргинином от Фаберлик, да? Только здесь еще есть легкий охлаждающий эффект. Слушайте, вообще классный. Мне так понравилось. Сразу моментально смягчает. Холодочек пошел по ножкам. В общем, супер. Вот такой состав, он действительно крутой, потому что вот я пользуюсь сейчас с аргинином для ножек на постоянной основе. Могу сказать, что результат есть. Здесь есть схожие компоненты в составе. И плюс еще холодок. Это вообще класс. Поэтому обратите внимание тоже на продукт, девчонки, он действительно классный. Прошло 15 минут. Моя маска кое-где на лице совсем пропала. Кое-где осталась. И чувствуется такое хорошее питание. Я буду снимать ее спонжиком. И посмотрим на результат. Безумно гладкая, напитанная кожа. Упругая. Прям супер, девчонки. Мне очень нравится эта маска. И выбеливающий эффект, легкий. Он тоже есть. Он тоже есть. Я его вижу. Потрясающе вообще. И она такая напитанная-напитанная. То есть вот если есть мелкие мимические, после этой маски они разгладятся однозначно. Потому что прям питает. Все сухие, правда, я не вру. Вы слышите? Устами ребенка глаголит истина. Если есть мелкие мимические, разгладятся сразу однозначно. Вот гусиные лапки, да. Потому что прям такой классный питательный эффект. Мне очень нравится. Вечером будем с вами делать йогурт. Все же, теперь мы будем готовить йогурт. Я подготовила баночки. Обдала их кипятком. Так делать желательно, чтобы плохие бактерии тоже не размножались. Йогурт был максимально полезным. Нужно ультрапастеризованное молоко. Лучше. Можно использовать обычное молоко, но тогда его нужно кипятить. Но ультрапастеризованное молоко Баксграф рекомендует кипятить тоже. До 80 градусов приблизительно, не доводя слегка до кипения, нам нужно его нагреть. А потом резко остудить. Как я делаю? Я помещаю любую большую кастрюлю с водой. Вот этот корец. Либо ставлю в морозилку. Прямо вот быстренько и на несколько минут. Я буду использовать закваску Бифидом. Достала уже стик. Он должен быть комнатной температуры. Вообще у нас в закваске хранятся холодильники. Поэтому мы заблаговременно достаем с вами стик, чтобы он был комнатной температуры. Один стик рассчитан от 1 литра аж до 5. Поэтому я буду использовать пол стика. Потом половинку как следует закрою. И буду хранить в холодильнике. Из него приготовлю завтра еще. Я высыпаю половинку стика. Уже охлажденная до комнатной температуры. Не до комнатной, а около 37 градусов оптимальная температура. Тщательно перемешиваем. Вику, кстати, тоже обдала кипятком. Это мы делаем для нашей безопасности, чтобы плохие бактерии не размножались. Кстати, в группах Бокздрав, ВКонтакте и других я ссылки оставлю. Очень много полезной информации по тому, какое молоко брать, как правильно делать. Если все правильно делать, то процесс приготовления йогуртов занимает минут 5, девчонки. И разливаем по баночкам. Половник тоже обдала кипятком. Удобнее всего это делать с половником с таким вот носиком. Баночки я покупала специально. На Вайлберис, по-моему, заказывала. Они достаточно удобные. И здесь как раз вот тот объем порции, который за раз можно скушать. Доливаю почти до верху. Иногда оставляю немножко места, чтобы после приготовления добавить либо шоколад потертый, либо ягоды. Кто как любит. Мне йогурт и Бокздрав нравятся и так. Без всего. У меня получилось 5 баночек йогурта. Я использовала где-то 400-500 мл молока. Мы ставим их в чашу мультиварки. Я буду первый раз, девчонки, готовить в мультиварке. И я знаю, что от мощности мультиварки вообще зависит время приготовления. Передерживать тоже не рекомендуется. Может произойти отслойка сыворотки и йогурт будет недостаточно густой. Передерживать тоже нельзя. Вот в йогуртнице, я уже знаю, там про все классно. Около 8 часов он у меня готовится. Получается очень густой, здоровский. Но я хочу попробовать и в мультиварке, потому что она у меня все время на столе. Мы накрываем крышечками, но не закрываем. То есть просто накрываем, кладем их сверху. Вот так. Чаша мультиварки у нас с вами пустая. Крышечки тоже отдавала кипятком. Так, закрываем. И я буду, наверное, тоже первый раз пробовать 8 часов, девчонки. Если произойдет отслойка, значит все-таки нужно время меньше. У нас есть с вами режим йогурт. Вот он. Мы к нему и идем. Вот. 8 часов. Он у нас стандартный с вами во всех мультиварках, в принципе. Нажимаем старт. И с утра будем с вами проверять консистенцию. У меня есть и сушилка для овощей. Я в ней тоже делала йогурт. Изумительно, кстати, получается. У меня есть и йогуртница. Тоже изумительно получается. То есть у меня, наверное, в первый раз, когда я готовила, были какие-то косяки. Что-то не так получалось. Теперь я, в принципе, много тонкостей каких знаю, но все равно учусь. Очень много полезных постов. Багздрав в социальных сетях. На самом деле, очень много полезных. И постоянно что-то для себя черпаю новое. И совершенствую себя в приготовлении йогурта. Потому что раньше я могла добавить фруктики, и арахисовую пасту сразу при приготовлении. То есть на дно положить, сверху залить молочко, да? Нет. Тогда происходят отслойки. И есть риск, что вредные бактерии, которые мы положили вместе с продуктами, не будут тоже размножаться. Поэтому все ингредиенты лучше добавлять после приготовления. Открываем мультиварку. И смотрим, что у нас с вами получилось. Чуть-чуть отслойка произошла. Совсем чуть-чуть сверху. И то прям капельку. Так, сейчас мы можем на этом этапе добавить все, что хотим в йогурт. Я ничего добавлять не буду, он и так безумно вкусный. Закрываем крышечками. На час-два ставим в холодильник. Слушайте, ну значит, в моей мультиварке много тоже 8 часов. В следующий раз буду пробовать 7, а лучше даже, наверное, 6. Да, потому что они сильно греют. А в йогуртницу у меня прекрасно 8-9 часов он стоял, и никакой отслойки не было. Через 2 часа будем пробовать. Ну что, прошло 2 часа. Давайте смотреть. Так. Ой, какой нежненький. Обожаю. Обожаю. Вот тот вкус, который хочется ощущать в йогурте. Все, девчонки, это очень вкусно. В него вообще ничего не хочется добавлять. Он настолько вкусный. Вы знаете, я вам плохого не посоветую никогда. Это что-то. Ну все, влог буду на этом заканчивать. Обязательно еще в следующих влогах буду вам показывать. Я расскажу, понравилось крестюшке или нет. Потому что планирую кормить ее пока только йогуртами и творожками от Бакздрав. Все ссылки полезные. Промокод все под видео. Проходите. Там регистрация очень простая. Ссылки на социальные сети Бакздрав тоже оставляю. Где есть обучающие ролики. Много полезной информации. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Продолжение следует.